Как заработать большие деньги? Версия ученых Гарварда. Ученые из Гарварда, собрав данные по способу преобразования времени в деньги, сгруппировали все данные в 4 группы. Каждая группа населения, использующая похожий вид преобразования в время, деньги, была соотнесена с кеплом, палатки которого совпадали со способами добычи денег данной группой населения. На вопросе каждый человек задает себе вопрос, куда одеваются деньги и почему их вечно не хватает. Ответа на этот вопрос люди до сих пор не знают. А на вопрос, как заработать нереально огромные деньги, ученые Гарварда, кажется, нашли ответ. Он оказался прост до банальности. Итак, на вопрос. Первое. Как заработать денег много? И второе. Как заработать денег столько, чтобы их было очень много? Были получены совершенно разные ответы. Начнем сначала. Все люди разные и приходят к ним деньги по-разному. Ученые из Гарварда, собрав данные по способу преобразования времени в деньги, сгруппировали все данные в 4 группы. Каждая группа населения, использующая похожий вид преобразования в время, деньги, была соотнесена с каким-либо живым существом, палатки которого совпадали со способами добычи денег данной группой населения. Итак, вот этот всемирный рейтинг. Внимательно, слушай, это очень интересно и забавно, но в то же время очень серьезно. Первая группа. Снизу кроты. Слепые животины, не видящие дальше своего носа, вынуждены жить под землей, питаться чем придется. Если крота выкинуть на поверхность, он сразу начнет рыть землю, чтобы вернуться в привычную среду. Однако и постоять за себя может. И ущерб принести немалый. Процент накопленного капитала стремится к нулю. Кредо. Выпить, поесть, поспать. Убить время. Долгосрочных целей просто нет. Финансовые цели их тоже нет. Финансовые цели, алкоголики, нарко, игры, прочие маны, пенсионеры, граждане, вообще только на государственное пособие, а также идейные борцы типа профессиональных борцов за справедливость. Большинство населения любой уголовной тюрьмы в мире тоже входит в эту группу. Финансы для этих людей либо случайный заработок, либо пособие, которого хватает только, чтобы не умереть с головы. В обращении с финансами беспомощность. В отношении финансовых возможностей вообще полнейшая слепота. Кредо. Примерно 27% всего населения Земли. Запишите себе. Вторая группа снизу. Куры. Куриные мозги и куриная слепота уже давно вошли в поговорке народов мира. Процент накопленного капитала примерно 5% мировой денежной массы. Кредо. Меньше думать. Работать, где ответственности меньше. Скорее выйти на пенсию и начать наконец-то жить. Всегда выполняя чужую волю. Для чего работают, не понимают. Финансовые цели. Оплатить счета. Это работники системы. Государственные и корпоративные. И которые делают лишь то, что скажет начальник и офисный планктон. Вместе взятые. Усердно работают и при этом боятся ставить какие-либо досрочные цели. Живут чужим умом. Меря жизнь по мерке. А что люди скажут? Финансы для этих людей. Зарплата за проведенное на работе или службе время. И небольшие бонусы за хорошую работу. То есть следованием правилам системы. Внимание. Таких куриц еще примерно 60% населения Земли. 27% кротов. Плюс 60% куриц. Равно примерно 80% населения Земли. И всего 5% копленного мирового капитала. Теперь третья снизу, но не последняя группа. Обезьян. В эту группу входят те, кто добирается до самых вершин. Но почему обезьяны? Обезьяны бывают разные. Лемуры, макаки, бобыны. И те, кого называют человекообразными. Вроде все у них на месте. Ум, сила, ловкость. И учатся быстро. Но чего-то не хватает. Они лишь быстро и профессионально копируют лучше. Процент накопленного капитала примерно 15%. Кредо стать первым. Подробно расписывают финансовые, карьерные и другие цели. Четко реализуют выбранную стратегию. Преодолевая обстоятельства и себя. Звезды спорта, эстрады, политики, наемные топ-менеджеры ведущей корпорации. Те, кто достигает общепринятых вершин путем планирования и долгого, и упорного труда. А затем наслаждаются заслуженной славой. Для этих людей успех в цепочке спланированных действий, реализуемых тяжелейшим трудом долгие годы. Финансы этих людей – гонорары, роялсы и проценты от прибыли управляемых предприятий. Их примерно 10% населения Земли. Эти люди зарабатывают большие деньги, но не огромные деньги. Итак, 97% населения Земли накопили 20% капитала. А где же остальные 80%? Вершина рейтинга. Оставшиеся 3% людей владеют 80% мирового капитала. Ученые из Гарварда назвали их «коты». Это название навеяло киплинговской кошкой, которая гуляет сама по себе. Люди, коты делают то, что им нравится, что им нужны, и получают за это огромные, просто нереальные деньги. Это те, кого называют серыми геналами. Они не любят светиться и выпендриваться, хотя и двигают вперед историю всего мира. Эти люди живут только для себя, не пытаясь кому-то что-то доказывать. Их кредо – правила, придуманные для дураков. Процент накопленного капитала примерно 100% денежной массы. Жизненные цели – создавать свои правила игры. И затем жить по этим правилам, а не так, как кому-то надо. Финансовые цели – получать деньги от любимого дела. Да побольше, да лучше чужими руками. Какая несправедливость, эксплуататоры! Воскликнут кроты и курицы. Как им это удается? Будут ломать голову обезьян. Только забывают эти нормальные люди, мы с вами, да, что самый тяжелый труд – это быть собой в любых условиях. И вознаграждается этот труд соответственно. Коты знают, все, что они делают, со временем будет скопировано, переделано и ухудшено. Но все равно это делают. У этих людей потрясающее чувство нереализованных возможностей. Все, что нормальные люди считают безумным, перспективным и бесполезным, чутко улавливается и превращается в золото умом, изобретательностью и волей именно этих людей. Пример. Незработная секретарша, которая строчила роман про мальчика-волшебника, вместо того, чтобы найти себе нормальную работу, вот уж кошка Ваисину, которая гуляла сама по себе. Джоан Роулинг. В первой мире писатель, гонорары как-то превысили миллиард долларов. И это в наше время, когда все книги любого писателя в мире можно скачать одни файлы. Ей было на это просто наплевать. А сколько бы она заработала на нормальной работе? Столько, чтобы оплатить счета. Каждый код ярко индивидуальный. Но нет в мире второго Билла Кейтса, Орена Баффета, Стива Джобса и других, может быть, менее известных представителей кошачьего племени. Вся жизнь этих людей сплошной праздник, занятие любимым делом. У них все не как у людей. Они выше вершины, практически боги среди людей. Их ненавидят нищие и бедные, кроты и курицы. Им подражают обезьяны. А они просто живут, ни на кого не оглядывая, никого не слушая, кроме самих себя, свой внутренний голос. Именно этот голос и позволяет им быть в нужное время, в нужном месте. Шансы для таких людей – пассивный доход, который приносит созданный ими актив. Таких людей не менее 3% населения Земли. Но именно они кормят. Остальные – 97%. Но это лишь предварительная информация. Итак, ответы – вопрос, заданный в заголовке. Вернее, два ответа. Первое. Если хотите заработать большие деньги, то постоянно искать лучшее в вашей рыночной нише. И копировать, моделировать, оптимизировать. И улучшать это лучшее. Второе. Если хотите заработать огромные, просто нереальные деньги, нужно поступить совсем наоборот. Наплевать на стандарты успеха и заняться наконец-то делом, которое вам по душе. Или делами, если таковых несколько. А если вы еще до сих пор жалуют о несправедливой жизни, вспомните поговорку одного из самых знаменитых выпускников Гарварда. Он тут целый день торчит в работе, некогда зарабатывать деньги. Это сказал Дэвид Рокфель. Так вот, друзья. Ситуация, в которой оказались мы с вами, особенно поменять эту статистику. Мы с вами оказались в большой игре. Давайте делать дело. Давайте приглашать людей. Давайте просто-напросто делиться с людьми тем шансом, который вы взяли в руки. Я в том числе. На сегодняшний день, я не хочу сейчас делиться экраном. Это я делал уже, буду делать через раз, может быть. Объясняю. 13-й день подходит к концу. Пару дней были отдыха, но не больше. Значит, 54 личных партнеров в первом круге. 1650 или чуть больше уже, значит, всего в структуре. 48 стран. Меня, за себя, за что отвечаю, да? Значит, и 9 уровней. Задумайтесь сами, да? А кто я такой? Я в бизнесе вообще чуть больше двух лет. Да какая разница? У меня люди, которые вообще в этом бизнесе ничего не знают. Никогда в нем не были. Они делают успехи. Уже по несколько, два по три десятка привели друзей, которые ничего общего не имеют в MLM индустрии. Это не MLM бизнес. Перестаньте ориентироваться. У меня, в частности, в моей структуре, добрая половина вообще не MLM. Что такое вообще MLM-щики? Мы, сетевики, кто не сетевик здесь, послушайте важную вещь, скажу всем. Этот бизнес сориентирован на планетарный масштаб. В нем будет участвовать каждый потребитель с таким даджетом. Это iPhone, это смартфон любого формата, то есть это Android или Apple, неважно. Каждый будет являться участником. В Facebook люди любят переписываться, общаться и так далее. То есть народ только общительный, исключительно любящий похвастаться, ну и так далее. И основным участником Facebook являются рекламодатели, потому что для них очень важна аудитория, которая постоянно будет мелькать у них, рядышком на экране монитора будут мелькать их заставки. Здесь же ситуация какая? А сколько сетевиков среди пользователей на рынке? Какой процент населения вообще знает об MLM-индустрии? Поверьте мне, больше половины вообще не знает, что такое. А сколько участвует? Для этого вообще процент. Разве может вообще такое начинание ориентироваться на сетевиков? Это просто глупо. Поэтому задумайтесь, какие у всех нас возможности? Сегодня мы просто привлекаем в первую очередь сетевиков, потому что к нам попала эта информация в первую очередь. Наша задача, будучи профессиональным представлением, как распространять информацию, взять это и сделать. Понимаете? Это фора. Наконец звездный час к нам пришел. И вот этот месяц давайте попашем, чтобы потом достойно отдыхать. Не де-факто отдыхать, просто прийти в себя. Нет. Отдыхать за красивую проделанную работу. Достойно. Так, как мы хотим, а не так, как можем. Чтобы наши действительно желания обалдели. От наших возможностей. Давайте гнать волну по-настоящему. Не будем мы собаками на сене. Давайте расскажем, как можно большему числу людей, особенно молодежи, что они могут здесь участвовать, очень быстро заработать себе на любое образование, на которое не хватает средств. Понимаете? Простым способом. Это благое дело. Давайте постараемся. А теперь я с вами прощаюсь. Значит, приложение будет скачиваться очень просто. Оно будет находиться в приложении Google Play. Окей? Только код нужно будет на него получить от человека, с которым вы свяжетесь. То есть с фанатом Ripple. Чтобы им быть, нужно сегодня войти в эту систему. Или потом войти в систему. Подписаться. Вот и все. Значит, друзья, дополнения, нюансы будут поступать в процессе наших деятельностей сегодня. Наша основная сегодня деятельность, нашей команды. Мы не просто тренируемся. Что значит игроки? У нас сейчас просто подготовительная работа. У нас основная работа. Это набор команды. Чем будет команда профессиональней, чем будет команда трудолюбви и многочисленней, тем больше успех каждого из нас. Капитана команды. Я желаю всем вам быть капитанами. Для этого вы сегодня имеете эту информацию, чтобы все были капитанами, тренерами. Понимаете? А потом все остальные будут вашими игроками и фанатиками. Вам грех остаться фанатиками. Судьба не раздает просто так. Оцените это и используйте ее с максимальной пользой для себя любимых. А потом, чтобы нервить было жало. Ну что ж так это? Ну так вот. Был шанс между нами. Я вот тогда... Будете путеть, не знаю, что сказать. А поезд уйдет. Поэтому давайте, ребята, шевелить булками. Окей? Продолжение следует...